Второе послание Петра Они авторитет Бога, подвергались сомнению Они торгали в церковь свои рассуждения, свои философии И Петр, как заботливый пастор, он пишет это послание Для того, чтобы показать, что Божье Слово Оно верное, оно авторитетное И через все послание проходит нить призыва Петра Который призывает познавать Бога Он говорит, тогда, когда вы будете пребывать в Божьем Слове Тогда, когда вы будете пребывать в Боде, в взаимоотношениях с Ним Вы будете духовно возрастать Вы будете просто становиться более подобным на Христа Вы будете сильны побеждать грех И вы будете свободны от влияния этих лжеучителей на вас Потом он перейдет к лжеучителям И он показывает, что они отвергли Божье Слово Хотя точнее сказать, они как бы приняли Божье Слово Но они не покорились Ему, они отвергли Его А основательно их жизнь, она наполнилась грехом И Петр говорит, что эти люди, они точно будут наказаны И в третьей главе он показывает, что независимо от мнения этих лжеучителей Бог изолез свой гнев на этот мир Бог накажет эту землю И тема последнего времени Она актуальна сегодня Потому что 2012 год Некоторые говорят, что будет конец света И многие богословы, экологи, социологи, ученые высказывались по этому поводу Одни говорят, что мир будет потоплен Другие говорят, что не будет никакого конца света Это миф Третий утверждает еще что-то Но к нашему счастью, Писание говорит Что ожидает этот мир Что будет с этим миром И давайте мы вставши прочитаем Третью главу послания Петра С первого стиха по 13 Второе послание Петра, третья глава, 1.13 Это уже второе послание Пишу к вам, возлюбленные В них напоминание возбуждает ваш чистый смысл Чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками И заповедь Господа и Спасителя, преданные апостолами вашими Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели Поступающие по собственным своим похотям и говорящие Где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же Думающие так не знают, что в начале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою Потому тогдашний мир погиб, был потоплен водою А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда И погибели нечестивых человек Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные Что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день Немедлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают умедлением Но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию Придет же день Господень, как тать ночью И тогда небеса с шумом придут Стихии же, разгоревшись, разрушатся Земля, и все дела на ней сгорят Если все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам Ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся И разгоревшиеся стихии растают Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда Присаживайтесь И давайте начнем размышлять над этим текстом Посмотрите, с чего начинает апостол Петр эту главу Он начинает с напоминания Это первый и второй стих Что вы помнили? Слова пророка Заповедь Христа Переданную апостолами В первой главе он уже делал такое напоминание Он заявлял в своем намерении напоминать истину Если мы посмотрим на вторую главу То Петр заканчивает прошлую главу свиней и псом То есть этими лжиучителями, которые были подобны нечестивым свиньям и псам То есть люди, которые примкнули к церкви По своим собственным соображениям Им нужен Бог не для того, чтобы Он их спас Преобразил их жизнь Им нужен Бог для того, чтобы Он удовлетворил их эгоистические потребности Они не покорились Богу, как раб господину Они как бы взяли Божью заповедь Но они отложили эту заповедь Потому что эта заповедь Она причиняла их жизни дискомфорт То в контрасте к своим собратьям Посмотрите, Петр называет их возлюбленными И которых он просит держать Божью заповедь Посмотрите, как Петр начинает свое обращение И это напоминание, оно служит двум целям Во-первых, оно служит целью для того, чтобы ободрить, задуматься о их Своим напоминанием Петр призывает их задуматься О правильном понимании христианских ценностей Заметьте, он не ругает их, что они мыслят неправильно Что они поступают неправильно В первом главе он уже и хвалит Он хвалит, что они просто приняли это Божье Слово Как авторитетный источник во тьме И они следуют ему Но он напоминает им Чтобы они еще больше возревновали ободе И если они духовно слабые Чтобы это был для них такой мощный вызов Встать, укрепиться Это мощное напоминание о призвании О цели И о ответственности христианина Второе, а вторая цель, к чему служит это напоминание Это для того, чтобы они утвердились в этой истине Не только, чтобы они ободрились задуматься На правильном ли я пути Все ли у меня в жизни хорошо Но также, чтобы они утвердились в этой истине окончательно Желание Петра, чтобы верующие Они утвердились в истине И в частности в истине о том, что будет с этим миром О том, что будут вторгаться лже-пророки, лже-учителя Об этом немало говорили пророки В Ветхом Завете Об этом говорил сам Господь Иисус Христос И это утверждали его апостолы Петр использует фразу Посмотрите, апостолы ваши Во времена Петра еще не был полный канон Или полное собрание книг Нового Завета Или проще говоря Еще не были собраны в один источник Все 27 книг Нового Завета Который у нас с вами сейчас есть И в первом столетии было много как бы апостолов Но на самом деле это были лже-учителя Это были шарлатаны Это были лже-пророки Которые хотели просто подзаработать И увлечь людей своей философией И Петр говорит Не прельщайтесь их учением Вот заповеди Вот которые передали вам пророки Которые сам сказал Христос И которые передали ваши апостолы Им следуйте Живите по этим заповедям Позже этих лже-посланий От этих лже-апостолов Стало настолько много Что церкви пришлось Выработать определенные критерии По которым оценивать послание И принимать его за истину И были таких четыре критерия Первый критерий заключался в том Что послание должно было быть написано Апостолом или близким человеком к апостолу Во-вторых, послание должно было быть Хорошо известно в христианской среде В-третьих, послание должно быть Богоцентричным, христоцентричным Говорить о Христе, о Боде О Его работе, о Его величии И так далее И в-четвертых, послание должно быть Или должно преображать Жизнь человека И если это послание Оно соответствовало этим четырем критериям Церковь его принимала Но если посмотреть И даже почитать некоторые сегодня Лжеапостолы, которые дошли до нас То ни одно послание Оно не соответствовало этим четырем критериям И поэтому его смело можно было отвергать То, что пишет апостол Петр О напоминании очень важно Он уже напоминал в первой главе Как мы отметили о своем желании И готовности напоминать Его напоминание важно было Для этих верующих По трем причинам Во-первых, оно ободряет Показывая, что я на правильном пути Во-вторых, у нас есть греховная природа Которая желает контролировать нас Если мы не пободрствуем И в-третьих, напоминание важно Потому что в мире есть лжепрородие Лжеучителя Которые с радостью Они готовы уловить нас на свой крючок Подобно рыбаку И здесь есть для нас очень важный урок Напоминайте себе Напоминайте братьям Женам, мужьям Что тем, кто рядом О цели, о призвании О возможностях Напоминайте сами себе В конце концов Джерри Бриджи В своей книге Благодать преображающая Написал очень хороший отрывок Он пишет На самой первой странице тетради Которую я заношу В свои молитвенные размышления Записаны слова Из комментариев Джона Томпсона К второзаконию Еще в сорокалетний период Пишет Томпсон Блуждание по пустыне Бог научил Израиль Ждать пищи и воды Лишь от себя У людей не было средств Борьбы с голодом и жаждой Лишь Бог мог помочь им Помощь Божья Оказанная в минуту Крайней нужды Смиряла народ Даром израильскому народу Такую еду Какой он и не знал прежде Бог показал Не только пища животворит Если бы Бог не сказал слова То и самой пищи не было бы Без него все нереально Даже для того, чтобы поесть Им нужно было Божье Благорасположение И Бриджер задает вопрос Почему же я каждое утро Перечитываю слова Томпсона Я чувствую, что постоянно Нужно напоминать себе О полной зависимости от Бога Подумайте, когда вы сами себе Утром, может быть, среди дня Вечером напоминали О том, что призваны сегодня Славить своего Бога Если вы отправляетесь на работу Напоминайте себе Я призван Трудиться так, чтобы явить Имя Всевышнего И прославить того, кто дал мне эту работу Если вы домохозяйка Напоминайте себе, что я призвана Так выполнять домашние дела Чтобы дом наполнялся радостью Благоухания и славой Богу Если вы муж Напоминайте себе Я призван любить И заботиться о моей жене Так, чтобы были явлены Взаимоотношениях Христа И церкви Напоминайте себе Что земля Это не мой дом Это всего лишь Временный перевал Я на земле Всего лишь перегрим Мой дом не здесь Он на небе В конце концов Напоминайте себе Что Христос вас искупил Он дал вам новое имя Христианин Он дал вам новый статус Божий сын Или Божья дочь Во-вторых, посмотрите Дальше Петр уже переходит К лжеучителям Третьи и четвертые стихи Он освещает позицию Лжеучителей Прежде всего Знаете, что в последние дни Явятся наглые ругатели Поступающие по собственным Своим похотям И говорящие Где обетование Пришествия его Ибо с тех пор Как стали умирать отцы От начала творения Все остается так же Последние дни Это дни После вознесения Христа И до его славного пришествия Апостолы Они не думали Что Христос задержится Более чем на два тысячелетия Они думали Что Христос скоро вернется Мы с вами живем В этом последнем времени В эти последние дни И этот текст Весьма актуальный для нас Тогда начались Нападки на истину Сегодня они еще Больше увеличились Петр говорит Что явятся наглые ругатели Это не те люди Которые постоянно ругаются Нецензурными словами Хотя и это им свойственно Эти люди Которые отвергают Христа И они Скорее всего Подталкивают Других людей К этому же Посмотрите на позицию Лжеучителей Или наглых ругателей Во-первых Она заключалась в том Что их жизнь была в похоти То, чего желает И греховная природа То они дают ей И если вы посмотрите На людей Которые Отвергают Христа Возможно На своих друзей Родственников Знакомых Родных То вы увидите То, что их жизнь Она полна греха Они пьют грех как воду Но они не могут Утолить жажду Они гонятся за счастьем Но они не могут Споймать это счастье Пей, ешь, веселись Душа моя Говорят они Но при этом Они несчастны Они ровы греха Они не могут найти Долговечное удовлетворение Ничего Сплошные разводы Я не нахожу Я не вижу Я не вижу в этом Никакого смысла Удовлетворенности Все равно Душа какая-то Пустота И это верно Потому что Только Бог Он дает смысл жизни Только Бог Дает полноту И мир А вторая позиция Ложи учителей Это то Что они Приняли Решение Не верить в Христа Они говорят Что природа Постоянно Подчиняется Неизменным Законам природы Что не бывает Никаких Никаких Сверх Естественных Вмешательств Что Всему Есть собственное Объяснение Они верят В так называемый Закон Единообразия И этот закон Гласит Что в прошлом Действовали Те же силы И с той же интенсивностью Что в настоящее время И что знание Этих законов Оно и дает Объяснение Всему Происходящему Другими словами Они говорили Все что происходит Вокруг Это естественно Сейчас Происходят Стихийные бедствия И раньше они происходили Что изменилось Ничего Сейчас умирают Люди Наши отцы Пратцы И так далее Сейчас тоже Умирают люди Ничего не меняется Это некий Замкнутый круг Нет и намеков На пришествие Иисуса Христа Нет намеков На какие-то изменения Они утверждают Что не будет Никаких катаклизмов О которых говорит Петр По сути дела Они заявляют Если катаклизмов Не было в прошлом Почему они должны Быть в будущем Все остается Так же Все работает По принципам природы Хорошо заметил Ульям Макдональд По этому поводу Комментатор В действительности Они говорят Он пишет Вы христиане Угрожаете нам Предупреждая Об ужасном суде Над миром Вы говорите Что Бог Собирается Вмешаться В историю Наказать зло И уничтожить землю Все это ерунда Нам нечего бояться Мы можем жить Как нам хочется Нет никакого Подтверждения тому Что Бог Когда-либо Вмешивался в историю Почему мы должны верить Что Он когда-нибудь Сделает это Помните Знаменитый 13 Псалом 1 стих Сказал Безумие в сердце своем Нет Бога Люди Которые Не хотят Покоряться Богу Находят массу причин Чтобы отвергнуть Христа Его рождение Его смерть Его воскресение Его пришествие Они говорят Нам и без Бога хорошо Они горды Как проповедовал Дима Мы достигли Каких-то успехов Мы получили образование Несколько степеней Карьера какой-то Мы и без Бога Этого Мы этого достигли Зачем нам Бог Он нам не нужен Но Бог В конце концов Он смирит их Если не при жизни То им придется Пристать на великий суд И дать отчет За свою жизнь Но мы-то знаем Что без Бога Все бессмысленно Мы говорим Что Лжиучителя Они приняли Такую позицию Жить в похоти Они приняли Позицию Отвергать Пришествие Иисуса Христа Но если мы Сузим рамки До нашей Повседневной Христианской жизни Мы можем Видеть Что мы тоже С вами иногда Отвергаем Христа Из какой-то Сферы В нашей жизни Может быть Вы отвергаете Христа Или может быть Вам неудобно Когда Чтобы Христос Был рядом Когда вы Кого-то обманываете Может быть Вам неудобно Чтобы Христос Был рядом С вами Когда вы Просматриваете Какие-то сайты Или вам неудобно Чтобы Христос Был рядом Когда вы Выполняете Работу Нечестно Не по библейской Этике Может быть Вам неудобно Чтобы Христос Был рядом Когда вы Совершаете Грех Который вам Нравится Или когда вы Не покоряетесь Своему мужу Или тогда Когда вы когда такое происходит по сути дела вы говорите то что говорят эти наглые ругатели если я буду покоряться христу ничего не изменится мне хочется самому самому поуправлять этой же сферы говорите вы христу поэтому христос подвинься я тоже хочу сесть на этом престоле я тоже хочу немного поуправлять я тоже хочу немного занять трон господина и поуправлять этой сферы моей жизни далее петр показывает три аргумента приводит что земля что все стихийные бедствия все процессы которые происходят на этой земле они находятся под контролем бога посмотрите на 5 7 стих на аргументацию петра думающий так не знает что в начале словом божьим небеса и земля составлены из воды и водой потому тогдашний мир погиб был бы в потоплен водой а нынешние небеса и земля содержимый тем же словом сберегается огнем на день суда и погибели нечестивых человек посмотрите на 5 стих петр его начинает думающие так не знают они думают они мыслят они рассуждают но они не знают посмотрите на многих ученых эволюционистов они тому пример они вроде бы могут объяснить происхождение всего они вроде бы могут про объяснить все процессы которые происходят на этой земле источник всего но на самом деле они ничего не знают и они не хотят признать тот факт что бог сотворил этот мир что бог управляет этой планеты павел пишет про лжеучие по втором послании тимофею 3 7 и вообще про людей последнего времени всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины и они не поймут истину пока бог не откроет и все это справедливо по отношению к людям которые отвергают христа и и епископ кассиан он немного вот этот стих про переводит по-другому тем самым показывая более ярко почему они не знают эти наглые ругатели я прочитаю в переводе кассиана ибо от них когда они того хотят остается скрытым что небеса и земля были издревле из воды и водой составлены божьим словом заметьте на посмотрите на одну важную девчон деталь же учителя они заняли позицию не принимать больше слова не принимать пришествие христа отвергать его и не пытаться в них не вникнуть в него в это слово что понять его суть и покориться ему и первый аргумент который приводит апостол пётр это сотворение а лжи учителя они должны вроде бы знать эту истину что бог сотворил этот мир и пётр говорится начале словом божьим небеса и земля составлены из воды и водою петр ссылается в самое начало в книгу бытие когда еще ничего не было на земле и самой земли было боже слово бог сказал и все появилось посмотрите на текст который ссылается и петр быть бытие первая глава 6 7 8 и 9 стихи и сказал бог да будет ведь посреди воды и до отделяет она воду от воды и создал бог твердь и отделил воду которая на твердью от воды которая на твердью и стало так и назвал бог твердь небом и был вечер было утро день второй и сказал бог да соберется вода которая под небом одно место и даме и доявится суша и и стало так петр ссылается сюда чтобы показать что все все происходящее не то что в этом мире а во всей этой вселенной контролируется богом и что всему есть свое время определенное богом он говорит это в противописан наглым ругателем который утверждает что все происходит само собой здесь петр и не говорит что а заметьте что петр и не говорит что вода была главным элементом и единственным творение земли как утверждали некоторые греческие философы он показывает силу божьего слова бог сказал и появилась земля вода собралась в одном место появилась суша а вокруг земли появился слой водяного пара который создавал благоприятные условия для растений животных и людей этот водяной покров который создал который защищал землю который являл был таким хорошим создала хорошую атмосферу для жизни человека позже стал орудием суда и это второй аргумент петра это потом потому тогдашний мир погиб быв потоплен водой почему апостол петр говорит этот приводит аргумент о потопе здесь во-первых если несколько причин во-первых чтобы показать что бог верен своим словам и что его слова сильны он сказал и появился этот мир бытие первая глава он сказал что наведет потоп на землю бы те 617 вот я наведу на землю потоп водный чтобы истребить всякую плоть которой есть дух жизни под небесами все что есть на земле лишиться жизни и бог навел потоп мы читаем бытие 7 1 12 разве разве все источники великой бездны и окна небесно творились или львца на землю до 40 дней 40 ночей вода которая была под землю и над землей вылилась на землю и если бог сказал что лжи учителя получат возмездие то она так так и будет если христос сказал что придет второй раз он точно придет в этом даже можно не сомневаться во вторых почему петра говорит тот подобие чтобы показать что земля не существует сама по себе бог контролирует ее солнце дождь снег наводнение рождение младенцев смерть людей болезни бог контролирует абсолютно все это земля это не просто замкнутый круг этой земля которую контролирует бог в третьих почему петра говорит о подобии что показать что жизнь земли идет не по одному и тому же кругу есть разнообразие есть события которые происходят один раз такие как потоп его больше не будет а есть события которые повторяются несколько раз такие как смерть четвертых что показать что бог изливает свой гнев как он он не злилого в прошлом истребив людей потопом так он и залет его будущем и здесь есть некое обетование земля она не будет потоплено она просто сгорит все то что на про так что напрасно люди боятся глобального потепления а соответственно и потопа третий аргумент петра он заключается в следующем это то что бог хранит эту землю он сберегает ее а нынешние небеса и земля содержимый тем же словом сберегается огню на день суда и погибели нечестивых человеков если выше говорил петр говорил о том что бог действовал в прошлом по сути все прошлое оно было под контролем богом то третий аргумент петра показывает что бог действует настоящим даже сейчас тогда когда мы читаем изучаем божье слово посмотрите на причастие глагол содержимые изберегаются они свидетельствуют о важном факте бог сохранил землю до сего момента и будет хранить ее до великого суда на это указывает слово нынешние почему земля еще не разрушена ядерным оружием бог ее хранит чтобы наказать потом нечестивых людей и посмотрите как он храни как он ее хранит петр играет тем же словом этим это слово бог хранит эту землю посмотрите на 5 стих тем же славным словом которым он сотворил этот мир более того посмотрите на 1 2 стих это тоже самое слово которое дух святой передал через петра пророков апостолов и которую возвестил сам христос посмотрите на 2 петра 1 21 ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой но изрекали его святые божьи человеке будучи движимы духом святым и этим же самым словом бог хранит вселенную все звезды планеты солнце луну все процессы из самого человека бог сказал его слово выдохнулось его слово является богодухновенным авторитетным и сильным это же самое слово которое мы с вами изучаем это же самое слово сказал бог может быть содержание другое было было когда бог творил вселенную он сказал чтобы вселенной произошла сегодня у нас есть больше слова которое является таким же авторитетным этим же словом бог хранит вселенную подумайте вот о чем когда вы сомневаете в силе божьего слова когда мы с вами сомневаемся в достаточности божьего слова в какое-то определенное особенно как мы называем ситуации в нашей жизни мы сомневаемся при мудрости божьего слова его верности по сути вы говорите богу следующее господи например меня уволили с работы господи я заболел у меня машина сломалась господи меня обманули или со мной поступили несправедливо или я уже долгое время борюсь каким-то грехом и не могу поведить его или моя семья на грани распада или мне нужно срочно снижать какой-то квартира у меня нет другого варианта а ты ничего не можешь сделать ты ничего не знаешь что вообще не понимаешь мою жизнь мы мою жизнь мою ситуацию она особенная вот паше оле андрею там например твое слово может помочь но моей ситуации она бессильна нужен какой-то метод другой я какой-то особенный я лучше знаю свою жизнь чем ты ты не знаешь мою работу мои отношения с друзьями мои отношения с родителями мы говорим ты сильнее да и твое слово могущество но не в моей ситуации мы говорим богу отоди не мешай я сам решу свою проблему я мудрее чем ты я способнее чем ты я сильнее чем ты это подобно тому как если я подошел к нашим музыкантам и я начал бы их петь учить играть на на музыкальных инструментов это безумно но тогда когда мы сомневаемся божьем слове по сути дела мы пытаемся учить бога мы пытаемся а превознестись на над богом если мы сильно волнуемся если мы доверить нет доверяем богу его слова то мы сомневаемся в воде его силе мы сомневаемся в атрибутах бога мы представляем бога лживым мы представим бога славым глупым неудачником но наш бог он не такой наш бог вели и когда в следующий раз тебе посетят сомнения или переживания посмотри на небо посмотри вокруг если природа окружающая тебя и если небо они еще будут существовать значит его слово оно способно помочь тебе значит его слово могущественно поддержать тебя потому что этим словом бог бог держит вселенную своих руках смотрите на 8 и 10 стихи петр объясняет божью задержку почему все еще христос не пришел на вопрос ругатели почему христос еще не приходит петр дает следующее объяснение одно то не должно быть сокрыто от вас возлюблены что у господа один день как тысяча лет и тысяча лет как один день немедленно господь исполнением обетование как некоторые почитают о медлении но долго терпит нас не желая чтобы кто погиб но чтобы все пришли к покаянию придет же день господень как тать ночью и тогда небеса шумом придут стихи же разгоревшие разрушатся земля и все дела сгони на ней сгорят первое объяснение оно заключается в следующем это божий взгляд на время одно то не должно быть сокрыто от вас возлюблены это то что вы точно должны знать это то что вы точно должны понимать это не какая-то тайна это то что вам должно быть доступно что у господа один день как тысяча лет и тысяча лет как один день и здесь петр цитирует 89 псалом 5 стих слова сама певец пишет перед очами твоими тысяча лет как день вчерашний когда он прошел и как стражи в ночи только еще добавляет что у бога один день как тысяча лет многие либеральные богословы критики просто невежды делали дело или и делают одну ошибку они берут этот текст и они перетаскивают книгу бытия и говорят что бог сотрил этот мир за шесть тысяч лет другие считают что петр дает ссылку на тысячелетнее царство но идея текста она довольно проста у бога есть план он осуществит он осуществит этот план свое время кстати у бога и для твоей жизни есть тоже план который он осуществляет уже уже сейчас у бога формат времени он отличительнее от человеческого если вы внимательно посмотрим на контекст то найдем ответ на эту фразу перед этой фразой учителя спрашивают уже прошло много времени а христос еще медлит он не пришел и после этой фразы петр говорит что бог долго терпит он дает возможность людям покаяться другими словами для бога тысяча лет может быть как наш один день потому что у него другой формат времени но в своем милосердии в своем долготерпении он может растянуть один день нашего бытия на тысячу лет в своем понимании он может как распространять так не концентрировать свои действия бог вечен бог над временным второе объяснение почему бог медленно заключается в большем долготерпении 9 стих не медлит господь исполнением обетования как некоторые почитают то медлением но долго терпит нас не желая чтобы кто падив но чтобы все пришли к покаянию если бы эти ругатели они трезво подумали если бы они трезво посмотрели они бы увидели что почему господь не медлит что вообще господь не медлит он просто долго терпит он желает спасения людей больше долго терпения заставляет бога еще не задержаться и не совершить суд над этим миром не сжечь землю их логика заключалась в следующем бог сказал что он придет а его еще нет прошло уже столько времени несколько десятилетий а бог еще не пришел значит он не пришел значит он обманул они превращают большее долготерпение его благость повод для насмешки и повод для сомнений помню было одной девушки в больнице у него была опухоль головного мозга ей делали 4 операции на голову она круглосуточно испытывала головную боль довольно непростая ситуация и она говорила почему бог не может меня исцелить сразу вот сейчас взять исцелить чего он ждет и дальше из ее ус посыпались сомнения в адрес бога это то что выражая выражает с наглыми ругателями многие современные люди если бог вмешивается в жизнь и начинает корректировать жизнь то мы говорим господи хватит я больше не хочу мне больно мне неудобно давай заканчивай а бог действует и тогда люди говорят где божья любовь где божье милосердие где его сострадание где его забота о людях или они ругают его вместо того чтобы восхититься его планом для их жизни или другая сторона люди неправильно понимая эпиз美 или другими они приходят и говорят ты обещал мне ты обещал мне здоровья ты обещал мне исцеление от всех болезней ты обещал мне счастливый брак ты обещал уважение на работе а этого всего нет и тогда люди начинают ругать бога он неверный он жест а ведь на самом деле они просто не понимают писания Бог-то ничего такого не обещал, напротив, Он обещал бедность, гонение и даже смерть, когда мы читаем о послании к евреям, люди, которые не покорились Богу, они всегда найдут повод, чтобы ругать Бога, чтобы сомневаться в Нем, в Его слове. Они даже найдут повод, чтобы высмеивать Божье долг и терпение и Божье милосердие. И если люди высмеивают Бога, Его Слово, Его качество, то они найдут повод, чтобы высмеивать и вас. И этому не стоит удивляться. К этому нужно быть готовы. Третье объяснение Петра – это неожиданный день Господень. Никто не ожидает, что придет вор и ограбит его. Вор не говорит, я приду в 9 утра или в 10 вечера, будь готов меня встретить. То же самое, день Господень, он придет неожиданно, тогда, когда люди его не ожидают. Более того, как вор приходит для того, чтобы украсть и тем самым нанести ущерб, точно так же день Господень придет неожиданно. И этот день, он будет разрушительным для этого мира. Апостол Павел пишет 1-5-2-3 «Ибо сами вы достоверно знаете, обращаясь к верующим, он говорит, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба. Потом, как мука родами постигает имеющую в очреве и не избегнут». Пророки, они неоднократно говорили об этом дне. Посмотрите, что произойдет в этом дне, 10-й стих. «Небеса шумом придут». Речь идет не о духовных небесах, как утверждают некоторые богословы, а о реальных физических небесах. Атмосфера и звездное небо. Шум говорит о реальном грохоте, треске, возможно, тогда идея в том, что небеса не исчезнут. «Стихии же, разгоревшись, разрушатся». Стихии, то есть элементы этого мира, воздух, вода, земля, материя, они разрушатся. 12-й стих говорит, что они растают. «Земля, и все дела на ней сгорят». «Земля, место обитания людей, будет окончательно сожжена». Это свидетельствует об одном факте, важном, что люди, они виновны перед Богом. Они отвергли его, люди перестанут со своими делами перед святым Богом. Помните, когда пророк Исаия, он пристал перед святым Богом, тогда он сказал, «Господи, горе мне, подиб я, ибо я человек с нечистыми усами». Когда апостол Иоанн увидел на острове Патмос прославленного Христа, хотя он знал на земле его до этого, он даже возлежал у него на груди, но когда он увидел Христа святого и прославленного, он говорит, «когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый». Откровение 1.17. Исаия и Иоанн, они имели какие-то представления о Боге, они служили Ему, и все равно при виде святости, при виде величия Бога, они трепетали перед Ним, сознавая свое ничтожество, свое духовное банкротство. То представьте, люди, которые не уверовали во Христа, предстанутся своими делами перед святым Богом. Они будут испытывать такой страх, какой они никогда в своей жизни не испытывали здесь на земле. Их дела сгорят, потому что они не будут представлять никакой ценности. Тогда люди поймут, что все они заслуги, они бессмысленны. Когда я думаю, что те, кто не уверовал во Христа, предстанут на Божий суд, я понимаю, что мне, вам, каждому, кто веровал во Христа, придется предстать не на велике Божий суд. Но нам с вами придется предстать предсудилище Христово, где Бог будет раздавать награды и где надо будет отвечать за свои дела. Апостол Павел 2 Коринфянам 5.10 пишет, «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое, через тысячу лет или через миллионы лет значения будут иметь не земные ценности, а то, что мы сделали для Бога». Представьте, что вы пристали на судилище, и будете ли вы говорить, «Господи, я был успешным бизнесменом», или «У меня была очень хорошая недвижимость», или «Я обладал дорогостоящим авто», или «Я получил несколько научных степеней», этого просто Бога не будет интересовать. Это не будет представлять никакой ценности. Это как в той шутке, когда человек попал в рай, и ему удалось на все свои деньги купить слиток золота. И вот у ворот рая ангел спрашивает, «Глупец, а зачем тебе этот кусок асфальта?» Мы-то знаем, что на новой земле, на новом небе, дороги, тротуары, они сделаны из золота. Я думаю, что тогда, когда мы с вами пристанем перед судилищем, мы поймем одну очень важную вещь. Мы слишком мало потрудились для Бога. Через миллионы лет значение будет иметь то, что мы сделали для Бога, живя здесь, на земле. Как мы благовествовали, как мы служили Ему, как заботились о тех, кто рядом с нами, куда инвестировали свои деньги, веренные нам на временное пользование, как использовали свои дары, таланты и способности. В новое небо, в новую землю войдут лишь наши достойные дела, которые были сделаны для Божьей славы. Когда Петр рассуждает о Дне Господнем, о разрушении земли, он восклицает, он не просто говорит, он восклицает, он задает риторический вопрос, который призывает к святости. Посмотрите на 11 и 13 стихи, на этот призыв к святости. Или мотивацию к святости. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихи растают. Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Ответ на вопрос, какими должно быть, заключается в святости, в ожидании, в благочестии. Петр показывает мотивацию к святости, и она заключается в следующем. Во-первых, это стремись к святости, смотря глазами вечности. 11 стих. Петр смотрит на кончину этого мира. Он видит всю временность этого мира. Он видит временность физических вещей, в том числе и даже своего собственного тела. Как он отмечает это в первой главе, он понимает, что ему нужно будет пристать перед владыкой всей вселенной и дать отчет. И это мотивирует его стремиться к святости. Более того, его мотивацией к святости является то, что Бог его спас для вечности. Бог его спас от озера Огненного. Он дал ему жизнь вечную. Он просто дал все потребное для жизни и благочестия. И это его мотивирует стремиться к святости. Бог дал все ресурсы, если так можно сказать, чтобы мы освещались, чтобы мы шли по дороге к вечности. Вторая мотивация к святости – это 12 стих. Стремись к святости, ожидая своего искупителя. Идея в 12 стихе. Не в том, чтобы верующие, они страстно хотят, чтобы Бог уже испепелил этот мир, чтобы Бог разрушил эту вселенную, а в том, что верующие, они ожидают этого дня, потому что они ожидают встречи со своим Господом, своим Христом, который искупил их со своим искупителем. И они хотят освящаться. Бог отделил себе всякого, кто доверил ему свою жизнь и назвал его святым. Когда мы считаем Ветхий Завет, мы видим, что Бог отделил себе сосуды, определенную посуду для того, чтобы ей могли пользоваться в храмах. И никто другой, никто из людей, он не мог использовать эту посуду для своих собственных целей и интересов. Бог отделил себе левитов, и они должны были нести служение в храме, а не заботиться о чем-то другом. Бог отделил меня, Бог отделил тебя себе, Он назвал тебя святым. Царственное священство, выговорит Петр, и ты не имеешь никакого права жить для себя, использовать себя для достижения каких-то своих целей, для своих желаний. Стремись к нравственной святости. Будь благочестивым. Пусть твой характер, пусть твои желания, они прославляют Бога, пусть они являют подлинное милосердие Христа и жажду взаимоотношений с Ним. Пусть твоя жизнь говорит, я жду встречи со своим искупителем. Я жду, не дождусь, когда настанет тот славный день, когда я воочию увижу Христа своими глазами, тогда, когда я буду рядом с Ним. И это стремление, это преображение, оно начинается здесь на земле. Когда умирал знаменитый проповедник Чарльз Перджин, он обратился к своей жене Сьюзи и сказал, и его последними словами были не то, как много он воспитал студентов и сирот, сколько книг и статей он написал, что ему так не хочется умирать, а его слова были следующие, милая, как много благословенных минут я провел с моим Господом. Это цель, ради которой нужно стремиться. Ради этого стоит от многого отказаться. Апостол Павел говорит, я смиряю и порабощаю себя, чтобы достигнуть познания Христа, чтобы ближе узнать Христа. Третья мотивация, это стремись к святости, ожидая нового неба. 13 стих. Бог творит новое небо и новую землю. Она не просто будет по хронологии новая, она не просто будет обновлена или отремонтирована, так сказать, она будет отличительно новой от предыдущей. Бог творит все новое, новое небо и новую землю. И на смену этой земли, где столько зла, боли, слез, пролития крови, измены, голода, проблем, придет новая земля, где обитает правда, радость, где нет смерти, слез, греха. Это небо, когда Иоанн увидел в откровении это новое небо, новый город Иерусалим, он был в восторге. Мы даже не можем себе представить в самых своих смелых представлениях, фантазиях, какой будет новая земля, какой будет новое небо. Оно будет славное. Там будет сам Господь Иисус Христос. Иисус рассказывает про одного проповедника, который проповедовал о блаженственной земле на новом небе. И он призвал всех помолиться. Он встал на колени. И во время молитвы Бог так распорядился, чтобы забрать его к себе. Как удивительно. Он проповедует о небесах и через мгновение оказаться там, пусть даже еще не на новом. А как еще более удивительно жить в соответствии с новой небом, с новой землей и вскоре там оказаться. Эту идею апостол Павел передал филиппистам, чтобы они жили согласно своему гражданству, которое небесное, которое уже на небесах. Почему Бог нас с вами не забрал сразу после возрождения на небеса? Одной из важных, одной из самых важных целей является наше преображение в образ Христа. Чтобы не говорили наглые ругатели. Возможно, они будут в лице книги, возможно, в лице твоего друга, твоего сотрудника. Не верь, не смущайся. Христос точно придет. Он верен своему слову. И эта вселенная, она будет разрушена. А ты будешь на новой земле, на новом небе. Подумай, от чего бы ты отказался уже сегодня. Что бы ты хотел изменить в своей жизни, что бы твои дела, все то, к чему ты стремишься, во что ты инвестируешь в себя, в свое время, деньги, таланты и так далее, войдет ли это на новую небо, на новое небо или на новую землю. Потому что туда только войдут дела достойные, которые прославляли уже здесь, на земле Бога. И как Дима говорил, стремясь к святости, живя здесь, на земле, смотри в это окно, смотри в это зеркало и стремись к новой земле и к новому небу. Давайте об этом помолимся с вами. Субтитры создавал DimaTorzok